И вот такая энергичная разминка у третьего Б-класса проходит на каждой 20-й минуте урока и занимает не менее двух минут. Такого рода отдых или пауза нужны обязательно для нормальной работы на уроке. Для младших школьников это особенно важно. Работать без перерыва в течение 45 минут урока сложно, а для здоровья вредно. Ведь для того, чтобы уроки были продуктивными, нужно быть внимательным, усидчивым, терпеливым, уметь слышать и слушать учителя. Работая на уроках, дети устают и мы проводим физкульт-минутки. Проводим физкульт-минутки каждый урок. В первых классах два раза на урок даже. Смотрим, как устают дети, как устают их глазки. Физкульт-минутки я подбираю каждому уроку разные физкульт-минутки. Это зависит от темы уроков. Поэтому так, чтобы физкульт-минутка была связана с темой урока. Я акцентирую внимание на то, чтобы дети сидели ровненько, чтобы их ровненькие спинки были, глазки, ручки. Они все это уже знают, поэтому достаточно только сказать глазки, ручки, спинки, и дети сразу же садятся ровненько, плотненько. Проблемы сохранения здоровья детей в условиях современной школы уверенно лидируют среди других актуальнейших проблем в образовании. Одна из таких – ограничение двигательной активности детей во время занятий. Неподвижная поза гораздо утомительнее, чем активное движение. Теряется концентрация внимания, устают руки, спина, глаза, устает мозг, пропадает интерес к материалу. Накопившаяся усталость может вызвать отклонение в состоянии здоровья. Пример тому – нарушение осанки или зрения. Потому, чтобы работа на уроке была продуктивной, а дети здоровыми, помимо физкульт-минуток, школа номер 15 оборудована всем необходимым инвентарем. В школе организован не только образовательный, но и воспитательный, здоровьезберегающий технологий присутствует у нас в школе. Парты, новая мебель для учеников закуплена. Ученики сели за новые парты, которые соответствуют всем возрастным особенностям. С этого года на законодательном уровне уже закреплено, что ученики не имеют права пользоваться своими телефонами во время образовательного процесса. И когда они приходят в класс, они эти телефоны кладут в специальный ящик с ячейками, в котором он хранится в течение урока. Мне нравится учиться, и на физкульт-минутке мы делаем соку-бач и соку-вира. Это надо делать руками. Еще мы делаем зарядку для бровей и для глаз. Я не устаю на уроках, но физкульт-минутка все равно необходима. В физкульт-минутке дело хорошее, но помимо них, чтобы сохранить остроту зрения и осанку школьников, нужно правильно организовывать рабочее место. Поверхность стола должна быть наклонной, стул эргономичным, ну и, конечно же, необходимо хорошее, правильное освещение. Конечно, лучшее освещение – это дневной свет. Поэтому по возможности делать не в вечернее время суток, если есть такая, конечно, возможность, а при дневном освещении. Что касательно искусственного, то в таком случае должна быть очень хорошо освещена рабочая зона. Включен и основной источник света, а также локальный, непосредственно за столом, где ребенок работает. Помимо правильно оборудованного места, не стоит забывать и про рассадку детей в классе. Многие родители считают, что чем ближе ребенок сидит к доске, тем лучше у него работают глаза. Это ошибочное утверждение. Для зрения предпочтительнее, чтобы школьник сидел дальше от доски, но это в том случае, если он имеет относительно хорошее зрение. Важно, чтобы глаза не напрягались и не уставали. Если у ребенка выявлены нарушения страты зрения, конечно, имеет значение посадка в школе. По регламенту Министерства здравоохранения мы детей садим тогда не дальше третьей парты. Как правило, мы рассматриваем более частые ситуации. Конечно, есть диагнозы, в которых тогда ребенку строго индивидуально какие-то личные рекомендации от офтальмолога на приеме будут продиктованы. В наши дни причиной перенапряжения глаз у детей становится также раннее использование гаджетов, смартфонов, планшетов, компьютеров. Особенно вредны планшеты и смартфоны для малышей дошкольного возраста. Поэтому гаджеты желательно запретить детям до 5 лет. А просмотр телевизора можно малышам с 2 лет небольшими порциями по 10 минут. К сожалению, сейчас очень часто прослеживается. Ребенка проще занять гаджетами. Однако у детей глаз как зрительный анализатор в силу еще возраста абсолютно не сформирован. И любую нагрузку вблизи будет воспринимать как посылку развития патологии той или иной вида рефракции. Если соблюдать все вышеперечисленные правила, тогда ваш ребенок будет иметь красивую осанку и 100% зрение.